В присутствии вице-премьеров Александра Петрова и Алексея Орлова подписи в соглашение о сотрудничестве при подготовке Международного форума промышленных технологий для металлообработки, машиностроения и горного дела «Мир промышленности» в Екатеринбурге поставили генеральный директор «Дойче Мессе» Рус Светлана Федосеева и председатель совета директоров РТА-групп Олег Пронин. Ранее намерение сотрудничать в организации выставки документально подтвердил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Отметим, что задачу развивать выставочное движение поставил перед областью губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, эта деятельность позволит обмениваться передовым опытом для дальнейшего внедрения инноваций на предприятиях Среднего Урала, что особенно важно для реализации задачи по модернизации промышленного комплекса, выпуска конкурентоспособной продукции, создания высокотехнологичных рабочих мест. Кроме этого, выставка помогает в привлечении инвесторов и вносит вклад в создание положительного имиджа территории. Выставочная деятельность – это отдельный род бизнеса, это свои подходы, это свои правила, это своя технология. И поэтому, привлекая в Свердловскую область такого мощного выставочного оператора, как Deutsche Messe, мы воспринимаем не только техническую, технологическую помощь, экономическую помощь от нашего партнера из Германии, но мы внедряем новые технологии выставочной деятельности в Свердловской области. Международный форум «Мир промышленности» объединит ряд выставочных проектов и станет крупнейшей площадкой, представляющей передовые решения и наукоемкие технологии для модернизации российского металлообрабатывающего, машиностроительного и добывающего комплекса. Форум станет масштабным мероприятием федерального уровня, ежегодно собирающим профессионалов со всего мира. Наша компания выступает полноправным партнером с Deutsche Messe. Мы будем проводить в городе Екатеринбурге ряд мероприятий. Первое мероприятие, которое состоится в полномасштабной 2015 году, как раз посвящено тематике промышленности, станкостроению, металлообработке, сварке, поскольку Deutsche Messe у себя в Ганновере проводит крупнейшую мировую промышленную ярмарку, всемирно известную, и крупнейшее мировое мероприятие, посвященное именно металлообработке, станкостроению, мероприятие под названием ЭМО. Интерес к выставке уже проявили чешские, итальянские, австралийские, южноафериканские компании. Пилотный проект в рамках соглашения будет реализован уже в этом году. В сентябре в Екатеринбурге состоится горно-промышленный форум. Вывод выставочной деятельности региона на новый уровень также позволит более эффективно использовать площадку Екатеринбург-экспо. Когда строился этот комплекс, еще в то время ставилась задача развивать выставочную деятельность на Урале. Потому что построить комплекс это одно, но наполнить его серьезными мероприятиями, это, наверное, большая часть работы. И, естественно, без операторов, которые имеют мировое имя, которые имеют серьезный мировой опыт, организации таких выставочных мероприятий, форумных мероприятий, нам без их поддержки, без партнерства с ними, конечно же, не сделать Екатеринбург центром выставочной деятельности. Мы говорим, что это будет центром выставочной деятельности не только Уральского федерального округа. Мы размахиваемся все-таки и на Урало-Сибирский, может быть, вот такой регион, и Пермский край, и Башкирия, Оренбургская область. То есть те мероприятия, которые мы планируем совместно с Дойчем Эссе развивать и проводить, они должны, конечно же, привлекать внимание вот такой большой целевой аудитории, если мы говорим о развитии выставочной деятельности и развитии Екатеринбурга как центра выставочной деятельности. Подписание соглашения о сотрудничестве стало итогом почти полутора годовых переговоров. Представители компании и партнеров отметили, что с регионом выгодно сотрудничать, поэтому рассматривается возможность в ближайшем будущем сделать еще один шаг в развитии партнерства. Так планируется подготовка стратегического соглашения о сотрудничестве с Дойчем Эссе, которое расширит сферу деятельности. В частности, перспективным считаются проведение выставок в сфере химической и лесной промышленности, кожевинного дела и текстильного производства. Свердловская область, она с советских времен занимала особую позицию, как экономическую, так и политическую на территории страны. Сегодня, я думаю, что в этом смысле, если что-то и меняется, то только в сторону улучшения. С моей точки зрения, Екатеринбург – это все-таки на самом деле вторая финансовая столица в России. Это город, который является основным и ключевым двигателем всей области. Это, с моей точки зрения, Свердловская область действительно очень развита индустриально. Она представляет очень большой интерес для международного бизнеса. Общество становится все более и более известным на международном рынке. И поэтому мы видим, как самую серьезную перспективу развития нашего бизнеса – это представление международных выставочных проектов действительно самого высокого уровня. на территории Екатеринбург-экспо, который на сегодняшний день тоже представляет одну из самых современных и крупных выставочных площадок на территории страны. И мы, конечно, не хотим останавливаться только на тех темах, которые мы обозначили сегодня. И надеюсь, что на следующей неделе у нас будет рабочая встреча с правительством области, на которой мы сможем обсудить те темы, в рамках которых мы хотели бы двигаться дальше и продвигать весь регион для международного бизнеса общества. Продолжение следует...